здравствуйте сегодня я покажу как сделать устройство для накачивания колес без применения компрессора и насоса для этого вам надо приобрести компрессометр вот продают их отвинчиваете шланг дальше что мы делаем мы выворачиваем одну сеть одну сеть а таким образом мы один из цилиндров перепрофилируем он становится у нас компрессором дальше нужно шланг иметь шланг длинный чтобы доставал до любого колеса здесь специальный штуцер делаем чтобы можно было крутить в этот шланг так все устройство собрано затем мы запускаем двигатель на холостых оборотах он медленно качает но есть обороты добавить здесь ускорится накачивание что у нас тут ну-ка посмотрим есть Вот мы Кажется у нас накачивает Кажется Здесь у компрессометра Очень маленький колболок Как иголочка Поэтому накачивание идет не очень быстрое Хотя каждый поршень В смысле этот поршень Выдает 10 атмосфер при сжатии Если сделать самому Штуцер Если не используя компрессометр Я делал так Я обстукивал свечу Выдергивал Изолятор этот Вместе со стержнем Оставалось внутрь Вот этот вот корпус Дальше в корпус Опускается шарик А затем сюда В это отверстие Умонтируется Вентиль На клей хорошо Приклеивается вентиль И шарик там Играет роль клапана Тогда проходимость Более активная Накачивает просто Он на глазах Сразу Мгновенно Вот Потому что Через иголочку Не успевает Пройти то количество воздух Который В состоянии поршень сжать Ну вот Если не торопиться Вот Поставил Теперь можно колесо Накачивать Накачаем Вот колесо пустое полностью Все равно Без золотника Ну поставил Вот Сейчас я засеку время Сейчас 35 минут Думаю минут 5 качать будет Я отключаю Чтобы время ваше не отнимать Так Продолжаем съемку Я конечно Немножко отвлекся Перестарался Передержал Надо Глушить Сейчас Там 3 атмосферы С половиной Накачало Так Ничего вроде не взорвало Так Значит Показываю Как Сделать Самим Вот Вы Освобожаете Вот этот Корпус свечи Это делается легко Молотком по кругу Обстукивается Он Высвобождается Как бы Да Затем вы Это Изолятор Выдергиваете Вместе с сердечником Остается Вот Вот этот Корпус Дальше Шарик Я Более У меня Большой Он Надо Его Меньше Но Это Наградно Показываю Как Делается Внутри Имеется Очень Аккуратное Седло Не знаю Видно Вам Или нет Седло Вот Вот Туда Шарик Опускаешь Поменьше Этот Большой Берете Вентиль В шиномонтаже Любом Который Использованный Вентиль Выдергивает С этих Поврежденных Дисков Обтачиваете Вот эту Резиновую Часть Чтобы Она Входила Вот Таким Образом Вот В него Здесь Делайте По бокам Вырезы Корону Для Чего Чтобы Шарик Когда Под давлением Отходит Он Оставлял Отверстие Для Прохождения Воздуха Вот На Супер Клей Супер Гель Супер Клей Приклеивается Так что Его Оторвать Невозможно И очень Удобно Свечным Ключом Так же Ввинчиваешь А сюда Прикручиваешь Шланг Это Незатратная Вещь Это Ну Я его Этот Использую Конечно Компрессометр Потому что Он мне По жизни Нужен Компрессометр Поэтому Я его Значить Чтобы вам Показать Наглядно Я Его Использовал Вот Сейчас Будет Спускать Колесо Так Значит Нагрелось Потом Вывину Пусть Остынет Маленько Вашу Вручную Закручиваешь Держать За шланг Конечно Слажни Ввинуть Ключом Удобнее Вот Хотел вам Показать Там Клапанок Ну Его Он Вот Такой Точно Клапан Как Вот Здесь Стоит Я вам Покажу Насколько Вот Он Маленький Вот Видите Маленькой Пимпочкой Через нее Успевает Небольшой Процент Воздуха Просатиться Вот Так Он Точно Выглядит И По Стеночкам Там Очень Малый Ход Уже Для Котого Чтобы Компрессию Замерить Это Достаточно Для Того Чтобы Воздух В Манометр Закачать А Камеру Накачивать Видели 5 минут Это Еще Не Предел Может В зависимости От размера Колеса И дольше Накачивать Ой Уже Там Спустило Так Вот Ну вот На этом Все До свидания Пишите Комментарии Ставьте Лайки